Всем доброе утро, друзья! Я вас приветствую на своем канале и в своей любимой кухне. Приготовила перчатки. Сейчас одену и будем с вами делать тесто на пельмени. Так, ручки готовы, яйца готовы, соль готова, масло растительное приготовила и теплая водичка готова. Итак, приступаем. Здесь у меня мука 500 грамм просеянная. Я делаю здесь воронку. Вот так. Сюда наливаю водичку теплую. 40 градусов у меня водичка. 200 миллилитров у меня на 500 грамм муки. И так, смотрите, потом сыпем соль, щепотку, много не надо на эту порцию. Дальше. Ильем растительное масло. Я лью где-то 3 столовые ложки. Я уже знаю. Так, теперь это хорошенько все размешиваю. У меня есть на канале тесто для вареников. Оно аналогично тесту для пельменей. Для вареников я делаю заварное. Я более такой, кипятком заливаю. Оно тогда нежное. Потому что вареники в основном делаю с фруктами, с ягодами заказы. А сегодня заказ на пельмени. Так, вот так я здесь подмесила. И сейчас вобьем одно яйцо. Смотрите, друзья. Здесь я вбила одно яйцо. И сейчас я буду замешивать тесто. Тесто должно получиться очень нежное, эластичное и красивое. Что немаловажно. Сегодня солнышко. И очень приятно снимать, когда солнышко светит и падает на продукты. Да и вообще, когда солнышко, жить веселее. Минутка поэзии отступила. Замешиваю тесто. Друзья, я только закончила сейчас с пирожками. У меня были на заказ сегодня 60 жареных пирожков. Я с утра делала. И вот у меня вторая половина дня будет занята пельменями и варениками с картошкой. Сегодня мы делаем с вами тесто на пельмени. Вот я уже его сделала. Смотрите. Смотрите, друзья. Вот такая штучка у меня стоит. Скажите, что это такое. Здесь налит у меня спирт. Вот смотрите. Если я работаю в перчатках, я спиртом руки не обрабатываю. Если я работаю без перчаток, а я частенько делаю пельмени и вареники без перчаток, тогда я обязательно ставлю здесь вот спирт и обрабатываю каждый раз. Если куда-то отвлекаюсь я, то потом обрабатываю руки спиртом. Санитария при нашей работе, при занятости домашней, если у вас допустим ЭП или самозанятость, то обязательно должна соблюдаться строгая санитарная, санитарные правила. Вот смотрите, какое тесто получилось. Тесто шикарное. Оно такое мягкое, эластичное. Вот видите, я его вымешиваю. Я даже муку не подсыпаю. Им настолько приятно работать этим тестом, что вы просто когда его сделаете, вы потом только этот рецепт будете делать. Я рецепт оставлю под видео. Смотрите, друзья. Здесь у меня чаша. Я тесто туда складываю. Видите? И накрываю пленочкой. Пленочкой. И оставляю. Пусть она немножко полежит и отдохнет. И салфеточкой сейчас накрою. И накрываю вот так салфеточкой. И она у меня стоит, отдыхает. Где-то пока я допустим буду делать фарш, пока я буду заниматься какими-то другими делами, если даже она у меня час постоит, не страшно. А вообще, я люблю его делать на ночь, это тесто. Ставить в холодильник. И утром, потом не спеша, достаю его. Минут 15 оно лежит с холодильника. Принимает такой... Ну, мягким становится. Так оно вроде в холодильнике плотное. Но оно не черствеет. Ничего. Только единственное, что затягивайте пленочкой, чтобы она не покрывалась корочкой. И можете впрок его делать. И будем мы лепить с вами из него пельмени, вареники, хинкали. В общем, все, что хотите. Единственное, что, если вдруг у вас останется, я его никогда не морожу. Потому что после морозилки тесто уже совсем не то. А в холодильнике два дня, там, ну, три дня оно может полежать в пакете. И вы потом можете, допустим, им еще его использовать. Вот фарш я делаю, значит, свинину. Перекручиваю. Говядину пополам со свининой перекручиваю. Добавляю лук. На килограмм фарша у меня где-то две средние головки лука идет. Специи по вкусу какие. Солю, перчу. И добавляю немножко кипяченой водички тепленькой. Чтобы фарш у меня был такой, знаете, не плотный. А немножко как мягко-жидковатый такой. Ну, и не сильно жидкий, чтобы вы могли лепить, чтобы у вас в они не разлеплялись пельмени. И я покажу потом, как я буду лепить, какие по форме буду делать. Я сегодня буду делать на заказ. Мне нужно слепить два килограмма пельменей и килограмм вареников с картошкой. Значит, потом я буду подмораживать, оформлять пакеты, подписывать и отправлять заказчику. У меня не глубокая заморозка, а подморозка. Вот, поэтому оставайтесь со мной, будем дальше работать.